Накануне в Эрбите простились с 36-летним уроженцем этого города, екатеринбургцем Ильей Дрокиным. Профессиональный водитель грузовых автомобилей погиб 24 августа в Пермском крае, возвращаясь из рейса домой. Столкновение двух фур произошло на горном перевале, на узкой дороге, называемой Северным широтным коридором, ведущей от Серовского тракта к Перми. 24 августа 2023 года около 16 часов 40 минут на 13-м километре автодороги Горнозавод с границы Свердловской области водитель 1983 года рождения, двигаясь со стороны границы Свердловской области в сторону города Горнозаводска, управляя автомобилем Ситрак с полуприцепом, не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Исузу, двигающийся во встречном направлении, под управлением водителя 1986 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Исузу погиб на месте. Водитель автомобиля Ситрак получил телесные повреждения. Сопутствующим аварии фактором стал дождь. По словам виновника ДТП, 40-летнего водителя китайского магистрального тягача, при спуске во время торможения он потерял управление и его фуру начало сносить на встречную полосу. Ширина проезжей части, ограниченная отбойниками с двух сторон, не дала Екатеринбургцу возможности уйти от столкновения. Во время аварии кабина его грузовика оказалась смята, а сам автомобиль перевернулся. По словам друзей погибшего Ильи, у него в Екатеринбурге остались жена и 8-летний сын. Он работал водителем в сети магазинов. В Пермский край он ездил, чтобы доставить продукты из распределительного центра по торговым точкам. Похоронили Илью на его малой родине, в Ирбите, где живет его мать. Уважаемые водители, просим вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим, не допускать выезда на полосу предназначенного для встречного движения, где такой маневр запрещен. Также напоминаю вам о недопущении управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Берегите себя и своих близких на дороге. Продолжение следует...